Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Гамилькар Барк из клана Биа, с вами сегодня онлайн бой 1 на 1 по правилам ЦВБ. Армения против Парфи, я играю за Армению, против меня играет Диамонт из клана РВ, он у нас за Парфи, как вы поняли. Начнем с моего состава, 6 отрядов восточных лучников в золоте, 6 отрядов армянских катафрактов в золотой атаке, серебряной защите, бронзовой защите, генерал у меня в золотой атаке, серебряной защите, 2 отряда арабской кавалерии в золоте. Тогда Парфю, 1 отряд конных лучников, 2 многокачественных, 6 отрядов восточных лучников в золоте, 2 отрядов восточных плашников в золоте, 6 отрядов катафрактов в золоте, 1 отряд катафрактов в золоте, перевес стрелковый здесь явный на стороне у Парфи, поэтому особого смысла здесь стреляться долго и упорно до последнего ученика я не видел поэтому я решил с самого начала пойти вперед и давить ворфю копьями катафрактами и самое главное для меня было чтобы катафракты мои и каплиты мои вступили в бой но одновременно чтобы были в бою не по отдельности воевали а вместе потому что вместе гоплиты и катафракты вынесут само собой ну просто катафрактов и без гоплитов начал я здесь поддавливать как я и говорил и плюс здесь арабская моя работает видите здесь получилось так что кинулся мой оппонент здесь спасать свою своего прачника на которого я полетел арабской и потерял в итоге здесь в этом моменте своего катафракта верблюда здесь еще такой важный момент так как у меня катафракты не качаны очень важно держать их в такой куче и чаржить допустим у меня здесь три катафракта получать чаржить один отряд парфейских катафрактов в то время как здесь три отряда остальная часть у меня есть катафрактов чаржит катафракта верблюда при поддержке гоплитов здесь тоже гоплиты соответственно три отряда сейчас попадают в окружении арабской кавалерии у меня здесь стоит в тулу ученики соответственно я тоже направил стрелять именно по катафрактам видите катафракты здесь несут потери по 26 человек осталось в отрядах катафрактов начинается здесь бой посмотрите сразу же мощнейший чарж получает один отряд катафрактов парфейских и днем остается 12 человек нам остается 12 человек здесь два отряда видим что эти два отряда имеет три отряда что-то фрактов спешат сюда в замес ну это ошибка нам больше чаржить конечно же моих заплиток спиной выносить потому что спешит в замес мы оппонентом видим что он не успевает мой гоплит заходит в тулу к парфейским гоплитам мой гоплит заходит в тулу к парфейским катафрактам и те вспыхивают 18 человек и в другом отряде сколько осталось давайте посмотрим 18 и 5 человек вспыхивает этот отряд бежит бежит тоже самое происходит с отрядом катафрактов верблюда здесь 5 человек он вспыхивает три отряда из моих катафрактов вынесли верблюда здесь еще и копья помогают и сейчас буду носить здесь этого катафракта который весь неправильно спешит не сюда ему нужно было бежать и скорее всего сюда помогать оставшихся части своих катафрактов но неправильно делаем оппонент и видим что вся парфия вспыхивает гоплиты за месте здесь этот отряд тоже вспыхнул и побежал потому что опять таки он вступил от 1 отряд катафрактов и сражался против 3 отрядов моих катафрактов и 2 отрядов гоплитов само собой здесь и мораль у него падает и все остальное тоже падает здесь у нас что происходит другой замес здесь мои катафракты видите довольно таки незначительные потери они понеслись по сражать здесь тремя отрядами профессийских катафрактов гоплиты помогают моим катафрактам и здесь арабская кавалерия летит в тыл к завязанным боям катафрактам плюс здесь часть моих катафрактов отобралась с парфийскими катафрактами тоже спешит замес спешит замес видите арабской кавалерия заходит в тыл к парфийским катафрактам парфия в окружении моментально вспыхивает ну такой вот бой у нас получился с диамондом всем спасибо друзья мои кто смотрел этот бой увидимся в следующих видео бай бай